Июль, день второй. 15 июля по новому стилю. Сказание о положении честной ризы предчистой Девы Богородицы во Влахернской церкви. В царствовании благочестивого византийского императора Льва Великого и супруги его Верины в Константинополе проживали два благочестивых мужа, санам сенаторы, родные братья Галвин и Кандид. Посоветовавшись между собою, они попросили императора отпустить их в Иерусалим на поклонение святым местам и, получив отпуск, отправились в путь. Достигнув Палестины, они отправились в Галилею, желая побывать в Назарете, увидать Святой Дом Пречистой Девы Богородицы, в котором она, Благовещением Архангельским и наитием Святого Духа, неизреченно зачала Бога Слово. Придя сюда и поклонившись, они остались ночевать в одной небольшой, находившейся там поблизости деревне, так как уже день склонялся к вечеру. По божественному усмотрению, они остановились в доме одной незамужней женщины, преклонной возрастом, родом еврейки, проводившей чистую жизнь. В то время, как для них приготовлялась здесь вечерняя трапеза, они заметили внутри жилища отдельную комнату, в которой было зажжено множество свечей, кодился фимиам и исходило ароматное благоухание, ибо там сокрыта была очистная риза при чистой Богоматери. Около той комнаты возлежало также немало больных. Увидав это, Галвин и Кандид изумились этому странному обстоятельству, предполагая, что там совершалось что-либо из ветхозаветных обрядов. Упросив затем ту благочестивую женщину разделить с ними вечернюю трапезу, они спросили ее о том, что находится в комнате, освещаемой свечами и благоухаемой кадилами, и зачем около нее лежат больные. Первоначально женщина молчала относительно самого скрываемого у нее предмета, но о происходящих от этого предмета чудесах не могла умолчать и сказала вопрошавшим. Честные мужи, вот все эти больные, которых вы видите лежащими здесь, ожидают исцеления своих болезней, ибо на этом месте слепые прозревают, хромые исправляются, бесы из людей изгоняются, глухие получают слух, у немых развязываются языки, для речей, и здесь скоро исцеляются всякие неизлечимые болезни. Услыхав об этом, Галвин и Кандид стали тщательнее расспрашивать женщину, по какой причине была дарована этому месту такая благодать и сила чудотворения. Женщина, все еще продолжая скрывать истину, отвечала, среди нашего еврейского рода хранится предание, будто на этом месте явился Бог некоему из древних наших отцов, и с того-то вот времени это место исполнилось божественной благодати, и на нем совершаются чудеса. Внимая словам женщины, Галвин и Кандид еще сильнее воспламенялись сердечным желанием к познанию истины, подобно древнем Луке и Клеопе, говорившим «Не горело ли в нас сердце наше?» И сказали женщине «Благочестивая жена, заклинаем тебе о Богом живым открыть нам истину, ведь мы не по какой-либо другой причине предприняли сюда, из Константинополя, столь далекий путь, как только для того, дабы видеть все находящиеся в Палестине святые места и вознести на них наши молитвы к Богу. А так как мы слышим, что и в твоем доме находится святое и чудотворное место, то мы желаем относительно его узнать подробнее, каким образом оно осветилось и по какой причине на нем совершаются чудеса. Тогда, заклинаемая именем Божиим, женщина вздохнула из глубины души и, спустив слезы из глаз своих, сказала Гальвину и Кандиду. «Имените шеи мужи, та божественная тайна, о которой вы меня вынуждаете сказать сейчас, до настоящего дня никому не была известна. Но так как я замечаю, что вы люди благочестивые и боголюбивые, то я сообщу вам о сокровенной тайне, надеясь, что то, о чем вы услышите от меня, вы сохраните в самих себе, никому не рассказывая. Здесь мною хранится Риза, родивший Христа Бога, Пречистой Девы Марии. Когда она и приставилась от земли к небесам, при ее погребении находилась одна из моих прародительниц, вдовица. Ей по завещанию самой Пречистой Богородицы была отдана та честная Риза. Она же, получив ту Ризу, сохраняла ее у себя с благоговением во все дни жизни своей. Умирая, она отдала Ризу для хранения одной девицы из своего рода, заповедав ей, склятвою, сохранить в чистоте ради чести самой Богородицы не только ту честную Ризу Пресвятой Богородицы, но и самое девство свое. Эта девица также сохраняла в большом почете во всю свою жизнь ту Ризу. Когда же она приблизилась к кончине, то отдала Ризу другой чистой и честной девице из своего рода. Таким образом, в течение многих лет та святая Риза, переходя от одной девицы к другой, дошла и до моих смиренных рук, досталась и мне, состарившейся чистой в безмужней жизни. А так как в моем роде уже не находится такой девицы, которой я могла бы доверить ту тайну, то я рассказываю относительно ее вам, дабы вы знали, что ради той честной Ризы, сохраняемой у меня во внутренней комнате, совершаются здесь чудеса. Я умоляю вас никому не рассказывать об этой тайне в Иерусалиме и где-либо в другом месте, где бы вы ни были. Услыхав о Ризе Пречистой Богоматери, Галвин и Кандид исполнились ужасом и несказанной радостью. Они со слезами обещались хранить сказанную им относительно Ризы тайну. После этого они упрашивали ту женщину дозволить им пробыть при Святой Ризе в той комнате в молитве всю ночь, и женщина не запретила им этого. Тогда, войдя внутрь комнаты, они заметили ковчег, стоявший на почетном месте, в котором находилась Святая Риза, увидали также горевшие кругом него лампадки и ощутили сильное ароматное благоухание. Затем они начали, усердно поклоняясь, со слезами, высылать Богу и Богородице горячие молитвы. У них обоих была одна мысль, дабы бесценное сокровище досталось царствующему граду. После этого, сговорившись, они вымерили ковчег в ширину, в длину и в высоту и сохранили весь вид его в своей памяти, а равно также и то, из какого он был сделан дерево. С рассветом дня они совершили молитвы и вышли из той святой храмины, поблагодарив женщину за дозволение им пробыть всю ночь при Честной Ризе. Они раздали находившимся там нищим обильную милостыню и отправились, провожаемые тою женщиною, в предпринятое ими путешествие к Иерусалиму. Они дали обещание женщине на возвратном пути снова прийти к ней для поклонения Честной Ризе Пресвятой Богородицы. Побывав затем в Иерусалиме, поклонившись Животворящему Кресту и Гробу Господню, и посетив все находившиеся в окрестностях Иерусалима святые места, Галвин и Кандид позвали плотника и приказали ему сделать из старого дерева ковчег в точности такого вида и размера, который они ему указали. После того, как ковчег был сделан, Галвин и Кандид купили для него златотканное покрывало и возвратились своей дорогой, держа путь к той женщине. Когда они прибыли к дому женщины, то показали ей златотканное покрывало, упрашивая женщину покрыть им ковчег Честной Ризе Пресвятой Богородицы. Затем они снова начали просить женщину дозволить им, как и в первый раз, совершить всеночное с молитвой устояние при ковчеге. Получив разрешение, они пали пред ковчегом лицами на землю и омочили землю слезами, усердно молясь к Пречистой Деве Богородицы, дабы она не возбранила им коснуться к своему ковчегу с Ризою, с целью взять его с собой. Когда наступила уже полночь и все спали, они со страхом взяли ковчег, вынесли его из дома и спрятали в своей колеснице. Вместо же него они внесли в комнату тот ковчег, который наподобие первого сделали они из старого дерева в Иерусалиме. Поставив его на том же самом месте, покрыли его златотканным покрывалом и до рассвета оставались на молитве. С наступлением дня они возблагодарили ту благочестивую женщину, простились с нею и, дав милостыню нищим, отправились в путь. Возвращаясь к себе, они шли поспешно с несказанной радостью. Дойдя до Константинополя, они сначала никому не рассказали о принесенной Ризе Пресвятой Богородицы, желая у себя самих скрыть то бесценное сокровище. Устроив затем в своем доме небольшую церковь во имя святых апостолов Петра и Марка, поставили в ней, не на открытом, но в потаенном месте, тот ковчег со святой Ризою. Но когда они заметили, что не могут утаить Ризы Богоматери по причине происходивших от нее чудес, тогда отправились к императору Льву Великому и супруге его, царице Верине, и возвестили ему, а равно также и присвятейшему константинопольскому патриарху Геннадию, обо всем происшедшем. Эти последние, исполнившись несказанной радости, отправились в дом Галвина и Кандида и в их церковь. Здесь, открыв тот честный ковчег, увидали в нем святую Ризу Пречистой Божией Матери, не истлевшую в течение стольких лет и благоговейно со страхом прикоснулись к ней, любезно лобызая ее устами и сердцем. Затем, взяв ее оттуда, понесли со славою при всенародном торжестве во Влахернскую церковь Пречистой Богородицы и положили там в украшенном золотом, серебром и драгоценными каменями ковчеги. После этого они постановили ежегодно праздновать 2 июля положение Ризы Пресвятой Богородицы в честь и славу Преблагословенной Девы Марии и родившегося от нее Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. По свидетельству византийского историка Никифора, во Влахернской церкви в златакованном ковчеге хранилась не одна одежда Богоматери, но вместе с тем амафор и часть ее пояса. О том же свидетельствуют и русские паломники. Стефан Новгородец, живший в 14 веке, говорит «Идохом во Влахерну, где же лежит риза и пояс из куфья на главе ее, Божией Матери, а лежит в алтаре на престоле и в ковчеге запечатаны». То же подтверждает диакон Александр и диакон Игнатий, жившие во второй половине XIX века. Влахернский храм сгорел 19 января 1434 года. Ныне виднеются только малые остатки его. Части одежд Богоматери находятся ныне в разных местах. Так есть одна часть в Московском Успенском соборе. Эта часть передана сюда князем Василием Голицыным. Другая – в Благовещенском храме, приобретенная в XIV веке Дионисием, архиепископом Суздальским. Кроме того, часть ризы Богоматери показывается в Латеранском соборе в Риме. Празднование в честь положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах установлено было, как замечено в сказании, во времена императора Льва I, следовательно, в половине V века. Но усугоблено в 1860 году при патриархе Фотии и императоре Михаиле III по случаю заключения мира с Аскольдом и Диром и отступления русов от Царьграда. Они отступили от Царьграда 25 июня, а 2 июля, во вторник после торжественной службы во Влахернах патриарх с императором установили совершать в этот день торжественное празднование в честь положения ризы Пресвятой Богородицы. При этом честная риза Богоматери была перенесена из храма, выстроенного императором Маркианом и возобновленного императором Львом I в так называемую Великую Церковь.